Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Смирнов Павел Вячеславович. Я врач-невролог, специализируюсь на заболеваниях позвоночника. В этом видео хотелось бы поговорить про шейный отдел позвоночника, а именно про формирование в нём грыж межпозвонковых дисков и стенозов позвоночного канала, при которых вовлекается спиной мозг. То есть, когда эти изменения приводят к травме спинного мозга, к его сдавлению, и как это обычно клинически проявляется, как это можно заподозрить, как это можно диагностировать, и, собственно говоря, какие существуют при этом возможные варианты лечения, когда мы говорим о необходимости хирургического лечения. А также посмотрим пару клинических наблюдений. Итак, давайте остановимся на анатомии шейного отдела позвоночника. Шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков, которые соединены между самой межпозвонковыми суставами. Особенность в том, что в шейном отделе позвоночника находится спиной мозг, и от спинного мозга отделяются и идут в каждую свою сторону нервные корешки. Эти нервные корешки отвечают в основном за руки. Верхние корешки из них формируются затылочные нервы, которые иннервируют кожу головы. Так вот, при каких-то вариантах образования грыж или формирования стенозов могут страдать находящиеся здесь структуры. Именно эти нервные корешки могут иногда даже вовлекаться вот эти позвоночные артерии, что довольно редко бывает. И, что немаловажно, здесь проходящий спиной мозг, который находится внутри позвоночного канала, он тоже может вовлекаться и, соответственно, может травмироваться этими изменениями. Если мы говорим о том, как это может проявляться, можно представить, что спиной мозг – это такой провод или шланг, который имеет много-много различных ответвлений. Соответственно, если этот провод придавить, то начинается блокировать проведение импульсов всё, что находится ниже. И поэтому пациенты со страданием спинного мозга часто отмечают жалобы не только в руках, но и в ногах. В руках может нарушаться чувствительность в руках и ногах, могут нарушаться чувствительность в промежности, могут нарушаться тазовые функции. То есть пациенту может быть трудно помочиться. Если мы говорим про руки, то в зависимости от уровня поражения, если страдают верхние шейные сегменты спинного мозга, выше шейного утолщения, то, как правило, в руках мы будем видеть такую спастику, повышение тонуса, но при этом будет слабость в этих руках. И в ногах тоже. Поэтому основной такой главный симптом – это страдание спинного мозга – это повышение мышечного тонуса в ногах, появление в них спастики и появление слабости. Если же формирование очага миелопатии спинного мозга формируется на уровне шейного утолщения, то, как правило, в руках возникает слабость, но она такая вялая, вялый порез так называемый, а в ногах всё равно будет спастика, вот такой высокий тонус, и даже клонусы могут быть. Как диагностировать поражение спинного мозга? Ну, золотым стандартом является МРТ шейного отдела. На МРТ мы хорошо видим нервные структуры, спиной мозга и корешки. Соответственно, оценить их структуру нужно на МРТ. МРТ нужно делать не менее полутора Тесла, чтобы можно было хорошо отследить. На шейном уровне высокопольные томографы, то есть три Тесла, предпочтительны, потому что они позволяют более детально увидеть структуру спинного мозга и более мелкие вот эти вот проявления. Также нередко мы делаем КТ шейного отдела, чтобы оценить, насколько эти грыжи плотные по своей структуре, насколько они осифицированы. Потому что для шейного отдела, как и для грудного отдела, характерна такая осификация, то есть окостенение этих грыж. И, как правило, в шейном отделе грыжи, в отличие от поясничного, намного более плотные по своей структуре. Давайте посмотрим на отдельные картинки, какие могут формироваться изменения в шейном отделе и которые могут быть таким компримирующим фактором. Давайте посмотрим на монитор. Вот что хотелось бы здесь показать. Здесь такой замечательный рисунок художника. Здесь и МРТ напротив. Здесь вот на этом рисунке мы видим позвоночный канал, вот эта вот полость, да, и в нем находится спиной мозг, вот эта полость. И, соответственно, с левой стороны получаются позвонки, справа вот эти вот остистые отростки и связки. Давайте вот посмотрим. Вот то же самое, то же самое проекция с агитальной срезой вот здесь представлена на МРТ. Вот здесь в красном отмечены вот эти вот зоны ишемии, зоны там, где спиной мозг страдает. И вот здесь, видите, здесь нарисована такая полость, кавитация, да, то есть при грубом сдавлении спинного мозга в нем могут происходить образования вот таких вот полостей. Какие могут быть компримирующие факторы? Ну, первое, самое простое, это вот банальная грыжа диска, да, вот она в обухании, она может компримировать, но, как я сказал, это лишь около 20% компримирующих факторов. Чаще мы встречаем различные вот варианты остеофитов. Вот здесь вот показан позвонок с таким костным шипом. Это остеофит, который тоже может быть в составе грыжи, формировать такой диско-остеофитный комплекс, то есть покрывать эту грыжу в обухании и тоже компримировать спиной мозг. Дальше здесь вот показана гипертрофированная задняя продольная связка. Вот видите, она тут утолщенная, и с такими вкраплениями это показано, что осификация, да, это не задняя продольная связка. То есть это тоже может быть таким выраженным компримирующим фактором. Кроме того, сзади от позвоночника находится желтая связка, вот лигаментом флавом. Она тоже может гипертрофироваться и компримировать, поджимать спиной мозг сзади. И вот такие вот изменения, вот допустим, как здесь, да, гипертрофия задней продольной связки спереди и осификация желтой связки могут сами по себе приводить к такому вот сужению этого канала и компрессии с двух сторон. То есть это, по сути, вот стеноз, компрессия спинного мозга с двух сторон. Очень важно понимать, как это проявляется на МРТ. На МРТ, как правило, мы это видим в виде таких белесоватых проявлений на фоне спинного мозга, да, то есть вот от головного мозга идет такой тяж, это спиной мозг. Здесь вот, видите, образована такая грыжа, и стрелочкой показаны такие ярко-белые просветления. Это как раз зона кавитации, которая здесь образована. Мы видим, что это такие яркие, четко очерченные изменения интенсивности сигнала, которые, как правило, говорят о выраженных изменениях. То есть это такие грубые изменения. Такие изменения, к сожалению, могут даже не проходить после успешно проведенной операции и могут быть на всю жизнь. То есть вот это показано, что здесь уже как бы упущено время. Более благоприятны пациенты вот с такими изменениями, с начальными, то есть в виде такого отека, диффузного изменения сигнала, слабо очерченные, это, как правило, участки демиеллинизации или отека. Они, как правило, частично обратимы, и, конечно, вот на этой стадии лечение пациента, как правило, более эффективно. Это не значит, что вот это не нужно лечить. То есть это может приводить к еще большим изменениям. Но вот это в плане восстановления, в плане прогноза более предпочтительный 100%. Теперь хотелось бы показать вам несколько клинических случаев. Хотелось бы начать с первого клинического случая. Этот пациент мне запомнился тем, что он был очень молодого возраста с довольно грубой неврологической симптоматикой. Хотя жалобы у него были изначально, что у него мерзнут ноги. Он говорит, ноги как-то стали для себя плохо слушаться, они какие-то холодные, я их плохо чувствую. Хожу в кроссовках весной, и у меня как бы мерзнут ноги. Думал, может быть, с этим надо теплее обуваться и так далее. А оказалось, говорит, дальше у меня и симптомы появляются в обеих руках, и в том числе больше в левой. И я понял, что это какая-то нехорошая симптоматика. Сделал МРТ и вот пришел на консультацию. Вот смотрите, что мы здесь видим. Это шейный отдел позвоночника, точно так же, как мы показывали. Позвонок-диск, позвонок-диск. Сзади от позвоночника, от позвонков находится позвоночный канал, в нем идет спинный мозг и отделяются от него нервные структуры корешки. Вот здесь я уже отметил изменения, которые мы здесь видим. Вот посмотрите, у этого пациента на уровне 2, 3, 4, 5, 6, между 6 и 7 шейным позвонком мы здесь у него видим довольно выраженные изменения. То есть, что мы здесь видим? Вот она, грыжа диска вышедшая, вот такой выбухающий шарик. Здесь она давит на спинной мозг, и в нем видим такие белесоватые проявления. Вот на этой картиночке лучше видно, вот он, такой очажок просветления миелопатии. И, соответственно, на другом снимке, на аксиальном, то есть на разрезе, мы здесь видим вот такое вот у него диффузное выбухание диска, то есть такая распространенная грыжа, больше она левосторонняя. Здесь она у него подщемляет и корешок, поэтому у него симптоматика и в руках, в том числе, и мы видим такие довольно выраженные изменения, вот по типу вот этого диффузного отека в ногах. У пациента выраженный клонус и стоп в ногах спастика, он ходит как на палках на этих ногах, и это все остро развивается. В этом была вся сложность, что обычно мы видим такие изменения, медленно нарастающие у пожилых пациентов, ну, зрелых и пожилых пациентов, которые медленно прогрессируют. У этого же пациента вышла грыжа, и она, видите, увеличилась в объеме и начала сильно давить на спиной мозг, и это произошло очень быстро. Не успели включиться никакие компенсаторные механизмы, и, соответственно, у пациента вот эта грубая неврологическая симптоматика была очень яркая. Соответственно, здесь, конечно же, не стоит такому пациенту ждать, надеяться на резорбцию этой грыжи, потому что здесь происходят выраженные изменения в спинном мозге. Спинной мозг страдает, неврологическая симптоматика с днями только нарастает. Здесь, конечно, пациенту показано хирургическое лечение в виде удаления вот этой вот грыжи, декомпрессии спинного мозга, то есть освобождения спинного мозга, чтобы там восстановилась нормальная циркуляция крови, нормальная трофика. Поэтому вот такая вот хирургическая ситуация с такими выраженными изменениями в шейном отделе. Второй случай клинический, который я хотел показать, это мужчина 49 лет, тоже вот смотрите, с какими распространенными выраженными изменениями. У него вот здесь мы видим изменения на нескольких уровнях. И вот как раз здесь вот видите, вот утолщенная вот эта вот задняя продольная связка. И тоже, смотрите, у него между пятым и шестым сформировалась вот еще дополнительная такая грыжа. Сзади вот мы видим такие вот наросты. Здесь вот вообще как бы не видно никакого свободного пространства. У него вот позвоночный канал на уровне седьмого шейного позвонка. Видите, вот такой он должен быть в норме. Вот он спинной мозг, от спинного мозга отходят вот эти вот корешки, что я говорил, каждый в свою сторону. А здесь у него, посмотрите, вот уровнем выше начинается канал сужаться. Здесь вот на уровне С6, С7 более-менее ничего. На уровне С5, С6, посмотрите, какой грубый костный шип, нарост. Он сдавливает спиной мозг. Спиной мозг здесь такой очень расплющенный. Вот все, что осталось от спинного мозга. Сзади вот смотрите, здесь вот она утолщенная желтая связка. Сзади, то есть она давит на спиной мозг так. А вот этот вот остеофит, диско-остеофитный комплекс, он давит на спиной мозг спереди. Получается такая грубая компрессия. Мы здесь видим такие яркие белые изменения в структуре спинного мозга. Это уже, можно сказать, выраженные очаги кавитации полостей. То есть это уже такие частичные или даже в большей степени необратимые изменения, то есть довольно грубые. Тоже у пациента симптоматика как в руках, так и в ногах. Тяжело ходить. Слабость, а не менее это все прогрессирует, но у него прогрессирует годами. То есть медленно прогрессирует. И таким пациентом мы нередко выполняем компьютерную томографию. Хотел показать, как это выглядит на КТ. КТ делается с целью оценки костных структур. Вот посмотрите. Вот то, что я вам говорил. Это у нас второй позвонок, третий, четвертый, пятый. Вот между пятым и шестым позвонком посмотрите у него какие костные разрастания. То есть вот это все, это кость. Видите, да, вот белая. Это не просто грыжи, это костные шипы, остеофиты или дискостеофитный комплекс. Можно так это назвать. Вот здесь, видите, вот в ротосвязка, да, гипертрофированная, осифицированная связка. Вот шипы, и они впиваются в спинной мозг. Вот у нас есть тут костный режим. Посмотрите, да, какие изменения. Вот они, осифицированные изменения, и они довольно выраженные и протяженные. Конечно, этот пациент также требует хирургического лечения, потому что без хирургии здесь резорбция этих осифицированных изменений невозможна. Здесь будет неминуемо прогрессирующее ухудшение симптоматики, и, конечно, такие выраженные изменения требуют хирургического лечения в виде декомпрессии, то есть освобождение спинного мозга от компримирующих факторов. Так, резюмируя, хочется сказать о чём. Что изменения в шейном отделе позвоночника дегенеративные. Часто встречаются у людей после 30 лет. Они могут быть выражены в разной степени, и в большинстве случаев эти изменения являются случайной находкой, и не приводят к страданию спинного мозга или корешков. Иногда они просто с ним соприкасаются, но симптоматику никакую не вызывают. Обычно только пациентов пугает описание МРТ, а на деле оказывается, что эти изменения по сути являются возрастной нормой. Однако, при наличии у пациента характерных симптомов, которые говорят о страдании корешков спинного мозга или самого спинного мозга, здесь, конечно, необходимо детальное обследование у пациента, оценка неврологического статуса в динамике. Если это мягкие, свежие грыжи, которые склонны к резорбции, то мы можем их лечить консервативно, с помощью медикаментов, правильного двигательного режима, упражнений. Если эти изменения костной плотности, они неминуемо приводят к грубой компрессии нервных структур, они приводят к выраженным неврологическим проявлениям, и эти проявления нарастают в динамике, то это, конечно, требует хирургического лечения, чаще даже направленного на профилактику того, чтобы не было еще хуже, потому что, как правило, вот эти вот костные изменения, грубые наросты со временем нарастают, и нередко у пациентов видим прогрессирование симптомов в динамике. Поэтому часто здесь операция делается во избежание инвалидизации пациента, чтобы он совсем не слег. В большинстве случаев, если вовремя сделать операцию, удается вернуться даже к тому, что было, то есть если эти изменения, которые я показывал, не сформировались окончательно, не произошло необратимых изменений, то возможен откат обратно, то есть регресс боли, уменьшение выраженности онемения, нарастание снова мышечной силы, то есть иногда удается восстановить утраченные функции, если провести адекватное хирургическое лечение и хорошую восстановительную терапию. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я постараюсь на все ответить. Если вам нужна консультация, то ссылка для этого будет указана в описании к ролику. На этом все. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.